Работа с сервисом «Мой склад» начинается с пользовательских настроек. В этом видео вы узнаете, как настроить компанию, заполнить реквизиты, добавить склады и валюту. Начнем с настроек компаний. Авторизуйтесь в «Моем складе» и зайдите в раздел «Настройки». Сразу же откроется нужное нам окно. В первой строке выберите удобную вам нумерацию документов. Сначала каждого года или беспрерывную. Чтобы не уходить в минус при отгрузке, поставьте флажок рядом с пунктом «Запретить отгрузку отсутствующих товаров». Так вы не сможете продавать товар, если его нет в остатках. Если хотите, чтобы цены никогда не опускались ниже определенных, поставьте флажок рядом с пунктом «Автоматически устанавливать минимальную цену». В этом случае, если в документах продажи будут установлены цены ниже минимальных, сервис автоматически увеличит их. Далее выберите адрес электронной почты. Если вы отправите документы по почте, адресат получит их с этого адреса. Следующий пункт – использовать корзину для восстановления документов. Проверьте, чтобы стоял флажок. Так вы всегда сможете восстановить удаленный документ. Сохраните настройки. Следующий шаг – заполнить информацию о юридическом лице. Зайдите в справочники и выберите раздел «Юрлиться». В нем уже создана ваша карточка юридического лица. Зайдите в нее. Самый быстрый способ заполнить карточку – указать ИНН и нажать кнопку «Заполнить реквизиты по ИНН». Сервис автоматически найдет и добавит остальные реквизиты. Далее заполните поля с контактной информацией. Укажите фактический адрес и заполните реквизиты счета. Это нужно, чтобы при работе информация автоматически подтягивалась в печатные формы. Если вы являетесь плательщиком НДС, поставьте флажок в одноименном поле. Ниже добавьте печать компании и подписи. Это должны быть картинки в формате PNG или JPEG. Так вы сможете готовить документы сразу с печатью и подписью. Сохраните настройки. Переходим к созданию складов. Вернитесь в общие настройки и выберите раздел «Склады». Нажмите кнопку «Склад» и добавьте все склады компании с их реквизитами. Так вы сможете вести учет остатков товара отдельно по каждому складу. Сохраните настройки. Следующий шаг – «Валюта». В колонке слева выберите одноименный раздел. По умолчанию в сервисе весь учет ведется в российских рублях. Чтобы изменить валюту учета, нажмите на строку с флажком ярко-зеленого цвета. В новом окне выберите нужную валюту и сохраните настройку. На этом все. Если возникли вопросы по настройкам, пишите нам на supportsobaka.mysклад.ru